Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня мы сидим в уютной студии с, я еще раз представить, Даниил Ратыгин, членом оргкомитета Движения «Наша Пермь» и еще один член оргкомитета Вадим Гончарук, того же Движения «Наша Пермь». Сегодня мы хотели поговорить об итогах и о прошедшем мероприятии. Вчера, когда мы были, это была конференция по вопросам молодежи, организованная депутатом Законодательного Собрания. На ней обсуждалось общие проблемы молодежи и обсуждалось будущее молодежного парламента. Я думаю, Вадим сначала высказал свои впечатления, потом я подытожу немножко. Ну, я рад, что сейчас стали проводить такие конференции, на которых приглашают людей, причем разных людей, и дают возможность высказать им свое мнение и свое видение нынешней ситуации. И, конечно, очень хорошо, что депутат сам начал это движение. И я думаю, что самое главное в этих конференциях, в этих собраниях, что приходим к кому-то выводу и какие-то решения принимаем в конце. Вчера мы приняли решение о создании политического клуба, который будет свободна от политической, так сказать, субъективности и будет представлять интересы всех своих. Это тоже хорошо. Вот. И правда, вчера было мероприятие очень по политической отраски. Были и «Единой России», новый курс, комсомольцы, «Суть времени», «Наши движения» было, представляли все. Вот. Поэтому было интересно поговорить. Насколько я заметил, то, что на диалог шли все, все очень контактивные, открытые, что все признали почти, ну, кроме молодой гвардии, не подлежали нашему вопросу, то, что нужно создавать идею, платформу для общения, где молодежь могла бы находить, общаться, находить точки соприкосновения, потому что они у всех есть, и даже у нас, и в сути времени они присутствуют, хотя мы где-то кардинально расходимся в них. Вот. Вчера зачитали нам отчет о работе молодежного парламента, где, грубо говоря, сказали то, что молодежный парламент проработал год, остальные два, ничем не занимался, да. Но я считаю то, что было неправильно проведены выборы, потому что была система фронурования, немножко расскажу, 30 человек проходили, вообще, в общем, было 60 человек в молодежном парламенте, так в законодательном собрании. 30 человек проходили по партийным спискам партий, которые представляли в парламенте точно, в законодательном собрании точно такие же места. И 30 человек собирались по одномандантным округам. Очень интересные функции. Рассылались письма в учебные заведения, в предприятия, и присылались оттуда делегаты, да, которые выступали, якобы, своими проектами, потом голосовали. Но в итоге приходило там человек, человека два-три, и друзья за другу проголосовали. Люди это воспринимали как стартап некий для себя, поэтому многие уже перебрались из районов Пенского края и не знают проблем, поэтому не могут работать. Чем мне не нравилась идея парламента, изначально какую-то роль ее предприносили, я ее вижу, как Википровь вчера тоже меня поддержал, поддержали даже, то, что молодежный парламент должен в законодательном собрании отражать во всем вопросам мнение молодежи, да, его вообще задумывали как некую площадку, где можно будет искать кадры, воспитывать их и искать. В принципе, то пока мои ощущения именно по молодежному парламенту, то, что вчера мы обсудили, да, есть что? Да, я думаю, что нужно дать большую функцию молодежному парламенту, потому что молодежь хочет проявлять себя в политике, а то, что сейчас происходит там, можно сказать, ничего не происходит, он просто как фардимент, ненужный орган. Да, потому что он сказал то, что мы 60 человек, еле-еле можем собрать 20 человек, да, а потом у них 40 человек, 2 трети, поэтому о чем говорит, когда есть информационировщие, но главное, что в этом шаге мне понравилось от Единой России, то, что председатель института, который там, можно сказать, так монополизировал этот парламент, даже ангажировала его полностью, то, что они разрабатывают новый закон и хотят реформировать этот парламент. Ну да, он уже принял этот закон. Нет, он не принял еще, потому что сегодня, как раз, будут первые чтения рабочей группы, собираются не чтения, вернее, рабочая группа, и они хотят в ноябре-декабре проводить выборы, поэтому всю молодежь приглашаем поучаствовать, проявить свою позицию, потому что это менее важные выборы, чем выборы в городскую думу, в парламент, и в любой вообще орган выборный, любые выборы, они очень важны, и к ним нужно подходить с особой такой... Но там же говорилось, что выборов вообще не будет в молодежном парламенте, что там будут собираться чиновники, которые будут... Они там придумали, конечно, очень ужасную систему, по моему мнению, потому что они решили отписаться от парламентных списков вообще, сделать тридцать двухмагнатных округов, то есть, чтобы было... От одного округа два представителя. Да. Вот. И их выбирала специальная комиссия. Эта комиссия формируется из чиновников района, да, из депутатов района, из еще кого-то, и еще формируется из общественников, а общественников выбирает еще другая комиссия, что в итоге можно тут Иннокентий, если я сила процитировать то, что «Единоросс никогда не выбирает позиционера, депутата, и мы получим опять парламент, который не будет ничего решать». Ну, который будет однополянным и... Да. Будет... Нерабочим. Да. Ну, или его превратят еще просто в группу массовиков-затейников таких, которые скажут, ну, молодые, там, давайте тут проведем, денежки вроде бы бюджетные выделим. Угу. Да, поэтому есть вот так вот. Думаю, что это одна из тем, которая вчера обсуждалась, вчера обсуждалась еще тема, именно проблемы молодежи в России, в частности, в Перми, какие они есть, если они вообще... И меня лично затронула большая проблема, что молодежь остановит участвовать в политических акциях. То, что в учебных заведениях, то есть, если там появился на каком-то митинге против правительства, человек устраивает проблемы после этого. Вот. Я считаю, что не надо заставлять учебные заведения никак поддерживать это, потому что будет тоже неправильно. Но вот именно вот так вот, именно игнорировать, набить этих людей тоже нельзя. Поэтому мы получаем такой пассивный, пассивный молодежный. Ну, это должно быть разделено учебой учебой, а политическая деятельность человека, она не должна соприкасаться с учебой. Да, ну, человек как бы не соприкасается, а вот там, вверху, ну, к примеру, мне кажется, тем же институтом, там, деканам и ректорам просто в башке стучат за то, что их студенты вышли на митинг, не знаю, ну, возникло 24 декабря, я не удивлюсь, если кому-то там в институте настучали, потому что скажут, что вы не можете сделать. Но это вертикаль власти, которая надеется вот так вот всех удерживать, но неплохо, получается. У тебя вообще есть какие-то мнения по проблемам? Ну, я думаю, что проблемы они есть, как в любом случае. И, в принципе, их нужно решать. Ну, самая главная проблема, что сейчас нет, конечно, возможности молодежи как-то вот проявить себя, чтобы их заметили, потому что в большинстве случаев все решается вот какими-то определенными группами, куда пропихивают своих людей. А человек, если одиночка, если у него есть какие-то мысли, проекты, какие-то амбиции, то он не может их реализовать, не влившись в эту вот узкую какую-то группу лиц. Ну, смотри, 5000 людей больше становится все, у которых есть проект, амбиции, почему бы им не объединяться, да? И один, как говорится, ни в поле не воин, а их будет больше, им будет легче вот этих групп, как ты считаешь? И вообще возможно именно вот объединение с достижением цели, да? То есть я тебе помогу реализовать этот проект, ты мне поможешь тут, да? И вот так вот мы создадим некий независимый путь для молодежи. Ну, я думаю, что это хороший путь и стоит создать его, начинать. Главное, чтобы каждый включился в процесс, кто активно себя позиционирует вообще в общественной жизни и вложил свою роль в этот процесс. И все, вот то, что он умеет делать, чтобы он это сделал наилучшим образом в этом общественном движении. Ну, меня беспокоит еще, кстати, одна проблема молодежи. Это большая проблема, я считаю, то, что наша молодежь, вообще любой человек, даже вот русская ментальность, может ментальность того же совка, которая осталась, то, что человек сразу же, ничто не попробовав, говорит, что у него не получится, да? Который кричит всю жизнь. Мне не дают, а сам, собственно говоря, кричит с дивана, не отрываясь от пятой точки, да. Активность людей, которые хотят что-то сделать. Если они будут сидеть и просто, да, ты говоришь, критиковать, то они никуда не сдвинутся с нынешнего положения дела. Ну, собственно говоря, как ты считаешь, что реальный механизм есть? Конечно, есть. Понять, где с дивана кто-то? Конечно, есть. Потому что вот, например... Это должно быть как бы перспективно. Вот он должен знать, что у него есть перспективы, что он может реализовать свои амбиции, что у него есть возможности чего-то добиться в этом движении, в общественном. Тогда он пойдет. А если просто это куча людей, которые выкрикивают лозунги и ничем не занимаются, то он так и будет продолжать сидеть на диване. Не, ну вот смотри, мы оторвали людей на диване, мы привезли в декабре критику с кухон, с кухни, да, на улице. Но, собственно говоря, что делает и господин Навальный там, да, который перенес эту критику. И сейчас все ходят, кричат на улице, да, кричат по делу, но ничего не делают. Да, это должно перевести в какие-то реальные дела. Ну то есть ты вот в этом вопросе согласен со мной, то что эффективность от таких вот акций, она никакая? Ну, от акций, на которых просто люди говорят. Она есть в плане объединения, но сейчас уже люди объединились оппозиционно, настроенные, которые хотят перемен. И вот после того, как они объединились, они должны начать действовать, принимать какие-то конкретные решения, какие-то дела делать, тогда будет продвижение. А если они просто объединились и продолжают там на площадях митинговать, то от этого ничего не будет. Их будут разгонять и... Ну, те же самые нашисты. Как ты считаешь, это удачный проект или неудачный? Ну, я думаю, что у них есть возможности и перспективы, но если они будут опираться только на узкую группу лиц, как это часто бывает, то тогда они и провалятся. Если они будут приглашать новые идеи, новых людей в свое движение и давать им возможность говорить и быть услышанными, то тогда у них есть возможность развиваться и достигать каких-то успехов. Ну, а вот суть времени. Вчера был яркий представитель, который говорил о том, что зачем нам объединяться, да, если мы и так, в принципе, все хорошо делаем. Приходите все суть времени к нам, да, и все будет отлично, хорошо и прекрасно в нашем мире. А ты сам как думаешь? Ну, я... Я думаю, что... Суть времени... Суть времени, конечно же, я готов именно сутью времени в рамках нашего движения соприкасаться... Сотрудничать. Сотрудничать в некоторых проектах, да, но я не хреная не согласен с их точкой насчет оранжевой революции, да, что они считают, что оранжевую революцию... Но то, что они как все время борются с ветряными медицинами, получается, да. Где нет даже идеи оранжевую революцию, они видят оранжевую революцию, да, в тех движениях, в которых... Слушайте так говоря, идея-то она есть. Мне кажется, что вот именно... Навальный-то, может, у Дальцова, там, и еще у каких-то... У них там в голове крутится эта идея, да. Да, но они-то видят во всех этого ранжевого революции. Почти во всех. Вот, кстати, вот это большая проблема, то, что хоть и оппозиции, политики, которые, вот, 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 близко к народу, да, близко к молодежи, к той же самой, общаются, они совершенно не понимают, что за ними большинство-то не пойдет, да, есть, конечно же, такие люди, которые за ними пойдут, пойдут, если я поверю, да, в их вот это вот все. Но большинство думающего населения все-таки считают, что не сделает такую ошибку, не пойдет ни за одним лидером оппозиции. Я думаю, что вот в сути времени очень сильная идеологическая опрека, потому что у них очень сильно вот давление сверху идет. Как сказали, так и должно быть. У них нет свободы. Вот, я думаю, это ошибка. Мы отошли от темы так. У меня на этой истории хорошая шутка, я подведу итог про Курягина, который... Кургиняна. Кургиняна, да. Извините, Кургиняна, я его вечно почему-то путаю. Кургиняна. Да, вот. В 98-м он консультирует Горбачева как политолог. В 91-м разваливается СССР. В 99-м он консультирует Ельцин, Ельцин уходит, да. Вот, собственно говоря, в 2012-м он консультирует Путина. И посмотрим. Наверное, тоже слышим это. Очень хороший видимо политолог. Ну, отошли от темы, от темы проблемы молодежи, да. Давай поговорим насчет таких, как форумах Селигер, там, антиселигерных, которые молодежь приезжает разного формата. И вообще, я вечно считаю, что в самом Селигере, да, на некоторых сменах есть смысл. В частности, я отмечаю бизнес-смену. Потому что недопредпринимательская называется. Потому что там реально мастер-классы интересные, да, проводят. Но политическая это, извините, очень противная. И мне не нравится, потому что, извините, когда вешиваются такие люди, как Алексеева, да, очень уважаемая мноя операционерка, председатель фонда, правозащитного финского фонда, вешивается в пятую колоку так, очень в стебном формате, можно сказать. Это противно смотреть, да. Но тот же антиселигер, он приглашает не менее интересных людей, собирает интересных, очень даже грамотных, подковных, которые не допускают насилие, да, так скажем, из каких-то взглядов. И он проходит в Хинкеновском лесу, что еще одно очень знаково, за которое борются, да. Как ты считаешь? Ну, я думаю, что такие форумы должны проходить, потому что они просвещают молодежь, и, как ты уже сказал, туда приглашаются интересные люди, которых можно послушать и делать какие-то выводы. Я думаю, что такие форумы должны развиваться и не только в Москве проходить, но и по всей России. Но самое главное, чтобы там не было политической окраски. Все-таки это должно быть какое-то больше гражданское объединение. Но вот антиселигер, он имеет политическую окраску? Ну, естественно, если он антиселигер. Селигер, как ты знаешь, это в большинстве своем представители партии власти. А антиселигер, это значит, как ты понимаешь, представители тех людей, которые против этой власти. Ну, то есть, собственно говоря, если поменяется место проведения антиселигера, поменяется название, да, и в Селигере там берется политическая смена, да, как они это называются, то это будут два замечательных, очень интересных форума для молодежи, которые не будут иметь полностью политические подоплекки. Вот от этого не получится избавиться. Почему? Получится, я говорю, что это должно быть просто объединение молодых людей с целью общения, развития, каких-то дискуссий. Тогда и приглашать туда действительно интересных личных. Вот как у нас проходит пилорама. Вот что-то типа того, я думаю, должно процветать. Да, кстати, в этом году пилорама сделала большой шаг. Проходит пилорама лаборатория. За три дня до начала самой пилорамы приглашают молодых специалистов со всего мира для обсуждения и решения проблем обустройства пространства в музее PM36. Я считаю, что это большой прорыв, это очень интересно, и реально не имеет политической окраски, что самое интересное. Вот такие формы, да. Давай вернемся к Серегеру. Они назначили в этом году начальником смены, пригласили Дмитрия Терновского, блогера, который с Ильей Варвановым делает проект «Стана без глупостей». Очень такой скандальный проект, но вроде как бы и поддерживаем в том же смысле сверху, да. И вот Терновский в свое время предложил Навальному на Серегер пехать, на что Навальный очень ответил критически, что его проекты не совместимы с Серегером. Ни в каких. Поэтому я вот считаю, что это большая ошибка Навального, потому что он опять же принял вот эту ужасную политическую окраску. Почему, если даже молодежь маршист, почему он не может работать в Роспиле, да, или в Россияме? Может он не совсем такой, так скажем, законченный проповедник единороссовской культуры. Но вообще скажи, можно спасти Сергея назначением Терновского как такого независимого человека? Я думаю, если Терновский будет проводить независимую политику на этом сборе, если он будет приглашать туда людей со стороны сторонников власти оппозиции, там нейтральных граждан, тогда это будет плюсом. А если он просто поставлен как личность, ну, независимая, но он будет проводить ту же политику, которая проводилась до него, то это опять же будет фарс. Просто фарс. Мы все увидим скоро и покажем, что будет, но пока не очень многие оппозиционеры готовятся сотрудничать с лидером, поэтому я в этом смысле желаю Дмитрию только удачи, потому что он хочет сделать реально интересную эту площадку, скажем, движуху. Я даже не могу сказать, что это площадка, потому что это движуха больше, и все. Потому что, по сути, она несет никакой созидательной функции, как и большинство форумов общения несет какой-то созидательной функции, да? Общение? Ну, образовательное. Образовательное. Да, образовательное. Вот смотри, возьмемся немножко на такую локальную тему вперед. Нам нужно именно в Тюрьме, где-то в пределах города, проведение форума молодежного, где могла пообщаться молодежь, ну, на три дня, да, где-то молодежь, где можно было пригласить каких-то интересных из тех же Москвы политиков и позиционеров, и тех же недрошцев, интересных людей почитать мастер-классы. Именно вот в Тюрьме. Я думаю, что это хорошая идея, но у нас слишком уже будет большая нагрузка в плане фестиваля. У нас «Белые ночи», «Пилорама», еще несколько там мероприятий проходят, и если вот это все в кучу смешать, то получится сумбур. Главное это разделить по времени, во-первых, проведения, чтобы это было совершенно в разное время, и по содержанию, чтобы это было разное. То, что есть, например, на «Белых ночах», чтобы то же самое не было на вот этом форуме, о котором ты говоришь, чтобы это отличалось друг от друга, и было интересно для разных категорий людей. Ну, «Белые ночи», вообще в этом году я считаю, что я как работаю там, как журналист, представитель прессы, очень многое время, немножко, я скажу, что не несут в этот раз никакой образовательного характера, не несут просто извлекательный характер, поэтому воспринимают это как серьезный фестиваль «Белые ночи», как образовательный, как вместо встречи молодежи, мыслящий, я не могу. Ну, я тебе и говорю, чтобы это было отличительно друг от другу. Если создается какой-то новый фестиваль, чтобы это было интересно, чтобы это было по-новому как-то, и привлекало людей. Потребность в таком формате, как «Силигер», которого на данный момент нет, потому что пиворама лаборатория – это немножко другое, она есть. Я думаю, что да. Я тоже соглашусь с тобой в этом. Вот, собственно говоря, я, наверное, весь список таких вот наболевших проблемами молодежи, которые есть на данный момент, ты сказал, у тебя еще есть какие-то? Ну, я бы высказал вот проблему образовательную, то есть образование молодежи, дополнительное образование. Я считаю, что вот те люди, которые имеют опыт, талант, как бы работают с детьми и представляют собой гражданских активистов, они должны проводить вот какие-то образовательные мероприятия для детей, бесплатные, для того, чтобы просвещать их. Если они говорят, что власть вот не дает ни бесплатного образования, ни каких-то кружков, секций, то они должны представить какую-то альтернативу, хотя бы исходя из своих возможностей, и просвещать, помогать людям идти к знаниям. У нас есть творческие объединения, есть волонтерские организации, там есть замечательная организация «Робесник», которая занимается именно, скажем так, образовательной, воспитательной функцией молодежи. Вот я и думаю, что это нужно развивать, что это нужно… То есть их не хватает на данный момент. Выносить более такой масштабный… Масштабную такую… Махину, да? Да, махину. То есть… Это что, махина? Большой, крупный масштаб делать. Опять же, вот тут вот… Амбиции всей молодежи что-то сделать такое большое, чтобы захотелось теперь, а не начать с себя, да? Нет, почему? Я говорю, чтобы вот люди, которые являются взрослыми, умными, образованными, чтобы они помогали молодым идти к знаниям, чтобы они просвещали их даже на бытовом уровне, чтобы это было как бы ощутимо, а не просто зациклились… Как же мотивировать вот, например, взрослый, образованный человек, да? Заматерируют, когда приходишь, перед ним стоят какие-то 16-летние люди с пивом, да? Почему с пивом? Ну, я так… Я просто описываю ситуацию, да? Ну, представь, там, через 9-10 ты придешь, да? Вот 16-летний стоят с пивом, тебя вообще нисколько не ставят в уважение, да? Говорят с тобой, и ты пришел без образования педагогического их образовывать. Нет, я… Какая у тебя должна быть мотивация, чтобы пойти на эту площадку? Я думаю, что это должно быть не так выглядеть. Я думаю, что нужно предоставлять им какую-то площадку для этого и приглашать туда только тех людей, которые действительно хотят просвещаться и которые видят в этом смысл, а не тех просто сгонять туда, как табун, и ставить над ним пастуха. Это глупость. Только тех, кто желается. Угу. Понятно. Ну, вот, в принципе, я тебе скажу, что, наверное, мы перейдем потихонечку к второй теме нашей. Это о наших первых успехах, шагах некоторых, да? Что на данный момент мы идеально задумались о проведении некого форума. Это пока идея. Ведь деталь там нельзя говорить точно. Мы… очень тяжелая по правде система, потому что некоторые площадки строились сами пассажеры, некоторые площадки делались на деньги депутатов, потом забросились. Но мы ездим, фотографируем, записываем, потом сравним все и будем, думаю, создавать… Рабочая группа у нас тоже уже точно создана в движении, да? Но мы будем идти в этом смысле на диалог с мэрией, чтобы реализовывать где-то мы можем, где-то мы не можем помочь. Потом есть большой вопрос. На данный момент набираем волонтеров, людей, которые готовы по вечерам какие-то досуговые программы организовывать у себя во дворах. Но я считаю, что это не очень сложно, если есть возможность. Ну и наша первая такая уже точно акция сделана, это акция очистки уникального места исторического в нашем городе. Это устье реки Мешихи, бывший трамвайный мостик между Матавилихой и городом. Он сейчас заброшен, трамвай там и ходят там, сохранилась брусчатка, но под самим мостом, как оказалось, мы выяснили, тренируются спелеологи, которые там периодически чистят тоже, но все очень сильно загажено под самим мостом. Но в долине между мостом, старым трамвайным мостом, который сейчас ходит трамвай от Цирка до Разгуляя, это реквизиционная зона R2, в которой строились старые заброшенные дома, частные, которые нигде не живут, половину сожгли бомжи, но, как видно, там дорожка есть, люди ходят, поэтому мы думаем расчистить дорожку для начала и прибраться под мостом, но на дальнейшие планы тоже будем обсуждать это с мостями, привлекаться, привлекать тех же частников, которые могут, чтобы организовать что-то там, какой-то парк или еще, потому что это очень интересная перспективная территория, чистая в относительном, да, находится в центре города, тихая и в ней дышится даже по-другому. Собственно говоря, пока все. Еще сегодня у нас состоится проблемная сессия в 7 часов в штабе Галевского, кому интересно, приходите, пусть прошел 63 в квартире 17, если не знает, кто где находится. Вот. Проблемная сессия собой представляет такой формат, где любой член, не член, просто житель может прийти и искать проблему своего двора района, мы ее обсуждаем и передаем в наши рабочие группы, где они будут решаться и будем решать помогаться, где-то просто юридическая консультация, где-то волонтерская помощь, где-то еще остальное. Собственно говоря, вот такая вот проблемная сессия будет и дальше, потому что это основная суть работы движения, наша пельна, на которой все основывается. Вот. Еще раз приглашу на акцию «Чистая речка», 16 июня в 2 часа сбор в сквере за остановкой на Разгуляе. Приходите, ждем, если есть лопаты, топорики… Грабли. Грабли, да, тринеры, все приветствуется, вот. Ну, администрация нам сказала, что мешки, мешки, перчатки и машины для вывоза мусора организуют, вот. Сейчас вопрос только в лопатах, наверное, да. В инструменте. Да, в инструменте. Всегда рады.